Специалисты отмечают большой интерес к конкурсу. В первом заочном этапе приняло участие порядка 50 будущих специалистов общественного питания из 30 регионов страны. Научный этап отобрали 12 лучших работ. Доказать призвание к будущей профессии приехали студенты из Самарской, Пензенской области, Чувашии, Коми и Краснодарского края. Презентации прошли в двух номинациях – организация фуршетного стола и кофе-брейка. Тема на сегодняшний день актуальна и в том числе и для курортного Сочи. Специалистов интересует новый взгляд, а для самих конкурсантов это еще и возможность наметить новые ориентиры. Конечно, Сочинский университет становится такой площадкой, интересной для России, как место проведения подобных мероприятий. Потому что мы удачно объединяем и возможности проведения конкурсов на нашей базе, и, безусловно, знакомство с таким интересным городом в его постолимпийский период. Сегодня у нас страдает технология однообразия приготовления пищи, неприменение новых технологий, которые есть в мире и в России, в крупных городах. Мы от этого страдаем и мы все это ощущаем. Поэтому необходимость совместных проектов, я еще раз повторяю, бизнес и образовательные учреждения просто назрела. Четверокурсник Вадим уже работает поваром. Считает, без применения инновационных технологий развития не будет. В своей презентации акцент сделал на молекулярной кухне и приготовлении пищи в вакуумной упаковке при низких температурах. Отмечает, технология длительная, но блюдо получается вкусное и полезное. С трибуны призывает коллег не забывать о том, что правильно организованное питание – это еще и основа здоровья. Это опыт, это незаменимый опыт. Я посмотрю, как работаю я, как работают остальные разные точки зрения. Может быть, что-то новое для себя привнесу, что-то новое для ребят привнесу. Да, мы обменяемся опытом и практикой. Старание Вадима в Сочи оценили. Его творческая работа заняла первое место. Ценными призами и грамотами отметили и всех студентов, занявших вторые и третьи места. Особую приз дуэту из Пензы вручила ректор Сочинского госуниверситета. Следующий конкурс в СГУ уже 24 октября. На этот раз сравнивать проекты будут в сфере туризма. Очередное же состязание техников-технологов со всей России пройдет в мае. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.